Помните этот борщ? Потрясающий, ароматный, я бы сказал великолепный. Если кто-то пропустил, загляните в описание видео. А в конце этого ролика я ляпнул про пампушки. Вот где с пампушками надо есть. Мне тут же поставили на вид, да, надо, и чего ты? И правда думаю, чего это я? Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите Кулинарную пропаганду. Рецептов пампушек существует столько же, сколько рецептов и борщей, если не больше. Но я собираюсь вам показать один. Чем он хорош? Тем, что пампушки по этому рецепту получаются с необычайно мягким мякишем. Но это же и плохо с другой стороны, потому что остановиться при поедании этих пампушек очень сложно. Сразу хочу сказать, если вы хотите получить действительно обалденную выпечку, забудьте про всякие быстрые рецепты. Быстро готовятся только всякие там кексы, да и то не все. Хлебное тесто бродит долго, поэтому затевать это блюдо стоит только если вы планируете проторчать в этот день дома часов 5-6. Поставьте себе на телефоне напоминалку и раз в час проверяйте, как там тесто. А в остальное время хоть в доту рубитесь, хоть в потолок уберите. Поехали! Для пампушек нам понадобится 2 стакана по 250 мл обычной муки высшего сорта. Вы читаете вообще, что на пачках с мукой пишут? А то схватите не глядя блинную муку. А это не мука, а смесь муки и всякой ерунды, типа соли, сахара, соды, лимонной кислоты яичного порошка и молока сухого. К муке отправляем дрожжи. Свежие, прессованные, 10 граммов или сухие, по инструкции производителя. Читайте, что он там на пакетике пишет. Я рассказывал в одном из предыдущих выпусков, как определиться с количеством сухих дрожжей, если у вас нет вот таких вот весов. Напомню, у каждого в доме наверняка есть такие баночки-скляночки от лекарств. И на этих лекарствах, как правило, имеются мерные либо ложечки, либо крышечки. Так вот, вы берете такую маленькую крышечку, высыпаете весь пакетик дрожжей в нее и смотрите, какой объем занимает этот пакетик. А на пакетике указан вес. Ну и, соответственно, вычисляете, какой объем этих самых сухих дрожжей вам нужен, чтобы получить нужное количество в граммах. Важный момент. Если вы абсолютно уверены в ваших дрожжах, то делайте, как показываю это сейчас я. А если такой уверенности нет, то возьмите этот стакан молока, добавьте туда дрожжи, добавьте столовую ложку сахара, одну-две столовых ложек муки, перемешайте и дайте постоять минут 15-20. Если запенится вот так, то все отлично, дрожжи хорошие. А если плохие, то такой вот пены не будет и ничего толкового у вас из них не выйдет. Так что не переводите продукты и время. Зря. У меня дрожжи проверены, я с ним постоянно что-то пеку. Я здесь вообще на свежие дрожжи не нарадуюсь. Небольшой кусочек кладу, а пашут они, как в Москве, от в три раза большего количества теста не поднимается. Теперь сюда отправляю молоко, масло, сливочное и растительное. Соль и сахар. Ну а сейчас мы хорошо вымесим тесто. Время и интенсивность вымешивания теста – очень важный момент во всех рецептах с мукой. Я снимал специальный ролик про глютен, глютеновый каркас и про влияние времени вымешивания на его образование. Ну и, соответственно, на связь этого самого глютенового каркаса с эластичностью теста. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда. Сейчас важно хорошо и равномерно вымесить тесто, для того, чтобы дрожжи начали свою работу равномерно по всему объему. Руками его вымешивать минут 10-12. В таком вот тестомесе минут 6-8 займет. Для хлебного теста очень важно, чтобы процессы брожения шли долго. Если вы хотите получить действительно вкусный хлеб, нужно набраться терпения. Дрожжи не только вырабатывают в любви кислый газ, которые делают тесто воздушным, они обогащают вкус хлеба. Но им на это нужно время. Итак, тесто вымешаем. Накрою его полотенцем и уберу в духовку. Включу лампочку. Ее тепла как раз хватит, чтобы температура была правильная. Полотенцем я накрыл тесто, чтобы оно не заветривалось и не теряло так быстро влагу. Дрожжи могут существовать в двух режимах. В аэробном и в анаэробном. В анаэробном дрожжи, потребляя то же самое количество сахара, производят в 3 раза меньше углекислого газа. И при этом выделяют спирт. А спиртовые ароматы не улучшают аромат теста. Если же кислорода достаточно, то дрожжи работают в аэробном режиме. В этом режиме, потребляя то же самое количество сахаров, они производят в 3 раза больше углекислого газа. И при этом еще и развиваются. То есть, КПД их значительно выше в этом режиме. Соответственно, они более эффективно обогащают вкус нашего теста. Прошел час, и сейчас дрожжи в центре этого комка теста уже перешли в анаэробный режим. То есть, перерабатывают сахар в спирт. Надо хорошенько все обмять. Во время обминки углекислые газы из теста уйдут. Ну и оно на сколько-то насытится кислородом. За час колония дрожжей вполне развелась. И сейчас, после обогащения теста кислородом, скорость подъема значительно увеличится. Прошел еще час, и тесто поднялось втрое. Опять обминка. И вот сейчас самое время оценить тесто. Если оно слишком мягкое, слишком липкое, то самое время добавить муки. Чем более мягкое тесто, тем более нежная и воздушная будет выпечка. Но ведь тем сложнее с ним работать. Если бы мы готовили подовый хлеб, ну тот, который печется на поде печи, то тесто нужно было бы делать более крутым. Это, например, батоны, булочки. Но мы готовим пампушки. Они выпекаются вместе в одной форме. Выкладываются они на противень так, чтобы между ними было какое-то расстояние. При подъеме они увеличиваются в размерах, склеиваются, поддерживают друг дружку. Поэтому тесто для них мы можем делать очень мягкое. Вот смотрите. Видите, тесто еще слегка прилипает к рукам. Но с ним уже вполне можно справиться. Все. Оставляем его подняться еще раз. А затем будем формовать из него пампушки. В последний раз тесто поднялось вот до такого состояния за 30 минут. Полный стол у нас мукой уже подпылен. Поэтому выкладываю его. Сейчас начнем формовать булочки. Пампушки. Она очень приятная на ощупь. Теплая, мягкая, живая. Сразу подготовлю форму. Она у меня алюминиевая. И надо хорошенько ее смазать маслом. Вообще обычно я ее выстилаю бумагой для выпечки. Потому что, как ее не смазываю маслом, все равно немного прилипает. Но бумага у меня неожиданно кончилась. Поэтому сегодня будет только смазанное маслом. Ну, в принципе, это достаточно удобная форма. Видите, у нее съемное дно. Поэтому вынимать выпечку отсюда достаточно удобно. Моя духовка значительно лучше греет сверху, чем снизу. И поэтому снизу все пропекается хуже. Если смазывать форму растительным маслом или маргарином, то вот такое нежное сырое тесто снизу окажется плохо пропеченным. Поэтому я смазываю сливочным маслом. Молочный сахар, лактоза, при нагревании начнет подрумянивать выпечку еще в самом начале нагрева. Пампушки, как и любую дрожжевую выпечку, нужно обязательно обтягивать во время формовки. Вы обязательно почувствуете упругость пальцами. Делать это можно, например, вот так. Как только почувствовали, что комочек теста стал пружинить, как будто резиновый, делаем еще пару раз так и готово. Укладываем. Расстояние между мопушками надо оставлять сантиметров по 2-3. Теперь накрываю полотенцем и оставляю их на расстойку минут на 50, может быть, на час. За это время мопушки поднимутся. Ну а духовку уже сейчас начну нагревать. Пока бампушки растаиваются, она как раз раскочегарится до 200 градусов. Вот они как поднялись. Надо обрезать их водой и поставить в духовку. Когда тесто попадает в печь, то от высокой температуры его поверхность начинает подсыхать, образуя корочку. И стакан воды на дно следом. От нагревания пузырьки газа, которые сейчас есть в тесте, начинают расширяться. А вот эта вот корочка, про которую я только что сказал, им не дает этого сделать. Чем более влажная будет атмосфера в духовке и влажная поверхность у этих самых булочек, тем медленнее будет образовываться корочка, тем меньше она будет мешать выпечке подниматься. Вот именно для этого я и обрызгивал сейчас поверхность теста водой. И именно для этого же я выплеснул стакан воды на дно духовки. Выпекаются пампушки быстро. В зависимости от реальной температуры вашей духовки и размера ваших пампушек, на это уйдет минут 15-20. Ну, на самом деле, конечно, может уйти и 12 минут, и 25. Я же не знаю, какая у вас духовка. В любом случае, смотрите на внешний вид. Зарумянились. Я думаю, они уже готовы. Ну и проверьте, как они там снизу себя чувствуют. Пока они пекутся, самое время приготовить рассол для наших пампушек. Они же должны быть с чесноком. Кладу половину чайной ложки соли, пара зубчиков чеснока, граммов 50 воды, столько же подсолнечного масла ароматного, запахом семечек. И разбиваю все в хлам блендером. Ну что, пора доставать пампушки. Посмотрите, какие они красивые, румяные. Но есть их пока нельзя. Да и мазать их рано. Сейчас в них все еще много влаги. Надо дать им немного остыть. Лишняя влага уйдет, и мякиш станет гораздо более воздушным. Вот, смотрите, что я имею в виду. Не дожидаясь остывания, беру одну и разрезаю. Видите, как склеивается влажный мякиш? Надо выложить их на решетку или на полотенце. Тогда лишняя влага уйдет значительно быстрее. Ну вот, сейчас самое время. Смазываю их чесночно-масляным рассолом. Есть гурманы, которые не смазывают, а макают каждый кусочек при поедании в рассол. Вот теперь можно попробовать. Смотрите, режу. Другое дело, видите, какие мягкие и воздушные. Вот такая красота. Ну что, пробуем. Нежнейший мякиш. На мой вкус, как булочки, просто как булочки, как хлеб, они очень даже хороши. Особенно с чесночком. Конечно, под бочь мне бы хотелось более грубого хлеба. Либо ржаного, либо с такой мощной хрустящей корочкой. Иногда в магазинах можно встретить такой хлеб под названием какой-нибудь деревенский, еще какой-нибудь такой, то есть более брутальный. Но моим операторам такие вот нежные мягкие пампушки более чем по нраву. Поэтому почему бы мне их не порадовать? Очень рекомендую. На первый взгляд, конечно, готовить их муторно, долго. Но на самом деле, вся эта муторность разбита во времени. Вытащить раз в час, слегка обмять и опять оставить их подходить, ничего сложного, на мой взгляд. Так что готовьте и пробуйте. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Спасибо всем, кто комментирует, репостит и лайкает, конечно. Вы помогаете каналу расти. Друзья мои, заглядывайте в описание этого видео. Там вы найдете все ссылки, которые я упоминал в течение этого ролика. И еще. В видеоролике на канале объединены плейлисты. Для вашего удобства. Заходите по плейлистам, найти нужный вам ролик. Значительно проще. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok